Здравствуйте! В Мехакаване заложили тополиную рощу. Сирийские ПВО сбили израильские ракеты. Весеннее пробуждение водопада Беркли. Останки монастыря под названием «Семь церквей» в Ване находятся под угрозой исчезновения. 24 апреля в Париже состоится памятная церемония, посвященная жертвам геноцида против армян. Председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, Совет Армян Западной Армении, Ассоциация бывших бойцов и партизан Армян Франции просят вас принять участие на поминовении жертв геноцида против армян и возложению венка. 24 апреля 2019 года в 17.30 мемориал Кумитаса Вортапета, площадь Канады, Париж. Вчера, 12 апреля 2019 года в 18.30 в Марселе в присутствии президента Национального совета Западной Армении Арменака Абрамяна, полковника Ливона Гилберт Миносяна, президента МОП Карома Всапяна, президент АОФ Юг Анни Степанова и многих других гостей глава региона Альпо-Лазурный берег Рено Мусиер на фасаде гостиницы «Отель до регион» торжественно открыл памятную повестку, приуроченную 104-й годовщине геноцида против армян с надписью «Никогда не принимай». Армянское внешнеполитическое ведомство анонсировало мест и дату встречи глав МИД Армении и Азербайджана за гробом Нацаканяна и Эльмара Мамедьярова. Так, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в беседе с Арм.Инфо отметила, что руководствуясь с договоренностями об одновременном информировании о дате и месте каждой встречи по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, сообщаем, что встреча Минацаканян-Мамедьяров пройдет 15 апреля в Москве. При этом она подчеркнула, что на этот раз во встрече будет принимать участие глава МИД России Сергей Лавров. По инициативе главы общины Мехакована Гордурудского района Андроника Сафаряна в общине создан парк Тополий. В беседе с корреспондентом Арцахпресс Андроник Сафарян отметил, что в парке было высажено около 400 деревьев. В посадке деревьев приняли участие предводитель Арцахской гепархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян, директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Ливон Анацаканян, военные жители Мехакована, группа студентов Арцахского государственного университета и другие. Средства противовоздушной обороны сирийской арабской армии отразили воздушную атаку Израиля на военный объект вблизи города Масья в провинции Хаман, сообщает государственное информагентство САНА. Согласно источнику, около двух ночи израильские военные самолеты из воздушного пространства Ливана нанесли удар по одной из военных позиций в направлении Масьяфа. Сирийские средства ПВО немедленно отреагировали, сбив несколько ракет, прежде чем те достигли своих целей. Водопад Беркви в провинции Ван в Западной Армении с приходом весны преобразился. Водопад высотой около 20 метров привлекает внимание фотографов. В течение всего года он не теряет своей красоты и привлекательности, а в весенние месяцы олицетворяет пробуждение природы. Одна из важнейших исторических ценностей Вана в Западной Армении – монастырь Семи Церквей, находится под угрозой исчезновения. Исторический монастырь Семи Церквей, также известный как Варагаванг, был построен между 8 и 11 веками у подножья горы Эрек. Купол разрушенного монастыря рухнул в 2011 году во время землетрясения. Видя старые фотографии исторической церкви и видя реальную картину, туристы в шоке. Местные жители камня монастыря используют в качестве строительных материалов. Была разработана программа, которая хотела отделить монастырь от мечети и восстановить его. Однако никаких шагов пока не предпринято. Монастырский комплекс состоял из пяти церквей. Согласно предположению, в 2005 году армянский царь Санахирим Ованес построил здесь церковь святого Ншана, тот же Варагаванг. Другое предположение, что в 3 веке девы, святой Гайна и Репсеме, взяв кусок от креста Иисуса, приходят в ванн и оставляют святую реликвию именно здесь. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию сосун Керти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!